Добро пожаловать в NERV. Игра по типу правды или желания. Без правды. Зрители платят за просмотр. Игроки получают деньги или славу. Ты зритель или игрок? Зритель или игрок? Зритель или игрок? Зритель или игрок? Зритель игрок? Круто, правда? Выглядит немного пугающе. Привет. Отдельный обзор хочу посвятить фильму NERV. Мое резюме немножко запоздалое такое. Я думаю, все видели трейлер. Ну, большая часть так точно. Многие даже посмотрели этот фильм. Я пошла не на премьеру. Я пошла где-то уже неделю спустя. Что-то как-то так. Зал был забитый. Причем это не какие-то там 3D или еще что-то. Это просто обычный зал 2D. Причем такой самый не особо большой зал. И он был забит. Я еле нашла себе место. Причем это был третий ряд. И я сидела поначалу вот так вот просто. У меня болела шея, но потом я как-то привыкла. Некоторые моменты мне нравились. Мне нравилось как снято. Мне нравилось то, что фильм на волне с нашим временем. Вот что мне понравилось. Тебе нужно немного рисковать. Целовать и знакомиться 5 секунд. Все у нас в зале ржали. Все понимали какие-то шуточки, какие-то приколы. Вот именно такие. Там их, конечно, было очень мало. Но вот пару раз в зале все ржали. Все абсолютно. Может быть, конечно, остались единицы, которым было не смешно. Но в основном все смеялись над этими шутками. И мне было приятно, что я сижу в компании людей, которые, допустим, понимают, что это такое. Если я общаюсь с теми людьми, которые не особо увлекаются ютубом, не особо увлекаются вообще интернет всякой такой вот фишкой, жизнью, да, не живут этим, то они меня не особо понимают. Фильм основан, я считаю, как раз-таки на нынешнем времени ютуберов, интернет-зависимости и фанатизма. Так как присутствуют фанатики, которые, опять же, сталкивают лбами каких-то знаменитых блогеров, неважно, письменных, либо блоговых, шоу-каналов, это неважно. Также есть ютуберы сами, которые сталкиваются с друг другом лбами, особенно последнее время. Я, кстати, от некоторых блогеров, девчонок слышала такое, что все стали ругаться с друг другом, но я этого не замечала. Как-то мне казалось, все окей на ютубе. Зачем вообще ссориться людям, которые занимаются одним и тем же делом, по сути, да? Но нет, как оказалось, реально так и есть многие, особенно знаменитые блогеры. Не все, конечно, но есть такие, которые друг друга так слегонца, а есть даже и не очень обсирают. Не буду углубляться в эту тему, потому что фильм, в принципе-то, не об этом. Фильм о том, что он нам показывает, какое сейчас время, что люди становятся зависимыми, люди становятся фанатиками, те же, допустим, знаменитые блогеры, они такие же фанатики своего дела, да? Они продвигают свою какую-то продукцию, делают рекламу и, соответственно, фанатеют все остальные и от них, и от того, чем они занимаются. Этот фильм я советую посмотреть всем, как раз-таки, кто в этой каше варится. Либо вы зритель, как в фильме говорится, либо вы игрок, не важно, кто вы, не важно, с какой вы стороны, вы уже участник. Фильм сам по себе легкий, ненавязчивый такой. Я ожидала больше экшена, именно что-то такое вот напряженное, как в трейлере, да, что-то такое прям заводное. Но таких моментов было всего пару. В конце даже пожалела, что пошла на этот фильм, потому что у меня были, ну, большие ожидания. По большей части я пошла на этот фильм из-за героини, которая играла в... Хочу в Капа-Капа-Тау, может, и ты со мной? Уж лучше сдохнуть. Этот сериал я посмотрела, жаль, он как-то внезапно закрылся. Не советую, конечно, прям идти в кинотеатр. Лучше дождитесь его онлайн, потому что я лично пожалела потраченных денег. Сюжет фильма на ура, потому что саму идею я поняла, сам смысл, ну, до меня, допустим, донесли. Мне кажется, в принципе, каждый увидит что-то там свое, как и во всех остальных фильмах. Каждый видит что-то свое. Но общий смысл, мне кажется, ясен, это интернет-жизнь. Так что смотрите, и надеюсь, вы не будете разочарованы, может быть, как я. Потому что у меня уже вкус такой немножко изощренный. Я уже насмотрелась всех этих крутых фильмов, и мне хочется чего-то новенького. Кстати, о новеньком. Я обязательно сниму видео о вдохновляющих меня вещах. Там я не буду показывать одну косметику. Я советую посмотреть это видео всем, потому что там я хочу рассказать о сериале, который я сейчас смотрю. Это просто бомба. И некоторые вещи хочу показать, которые, может быть, кому-то тоже понравятся, пригодятся. И вы также разделите мою точку зрения. Ну, в принципе, как и обычно. И да, я с вами прощаюсь, и мне нужно бежать. И всем желаю приятного просмотра этого фильма, если вы будете его смотреть. И да, пока! Играй, чтобы выжить! Игроки, приготовьте оружие!